Друзья, приветствую вас. Это YouTube 24-го канала. Это я, Ирина Узлова. И рядом со мной Мухтар Аблязов, казахстанский политик, предприниматель, а также лидер движения «Демократический выбор Казахстана». Мухтар, здравствуйте. Рады вас приветствовать. Здравствуйте, Ирина. Двухдневный визит госсекретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкина принес нам несколько презентов, а также ряд огорчений. По крайней мере, мы так оцениваем для Российской Федерации. В частности, мы увидели урановые, финансовые презенты, кассетные и денежные. Что особенно огорчило, кассетные, урановые и денежные. Кремль, США впервые передадут Украине активы, конфискованные у подсанкционных российских олигархов, направят их в поддержку ветеранов. Именно этот аспект, ну а также передача снарядов с объединенным ураном вызвал просто вводь на территории Российской Федерации. Песков говорит вопиющий факт, в частности, так он характеризирует передачу активов возможную. Ну и говорит, ответ будет. Что принес Украине на самом деле, и что продемонстрировал, просигнализировал, о чем Кремлю визит Блинкина? Почему именно сейчас выбрано время? Ваша оценка, пожалуйста. Этот визит действительно очень примечательен. Он произошел после того, как Путин, по сути, объявил об отказе от зерновой сделки. Выставил такие условия, на которые Украина категорически очень правильно ответила нет. И в этой связи, я думаю, что этот визит Блинкина чем интересен и примечательен? То, что он просто приехал не с пустыми руками, во-первых, объявил о пакете помощи на 1 миллиард долларов. Во-вторых, Блинкин приехал в условии, когда шел ракетный обстрел и, собственно, самого Киева и Украины. То есть продемонстрировал, что, что называется, все эти риски Блинкин готов принять на себя. И это не просто какой-то героический шаг, это демонстрация Путину, что Запад поддерживал и будет поддерживать Украину в этой войне. И до тех пор, пока Путин не откажется от своих агрессивных намерений, Запад будет поддерживать Украину. Это очень важный был шаг, политически очень важный шаг. Именно вот в таких условиях я думаю, что это был хороший сигнал для Путина. Произошел также это не только после очередного демарша и встречи Путина с Эрдоганом, где также ничем она не закончилась, об этом мы поговорим чуть позже. А также в преддверии Генассамблеи ООН и визита Зеленского ожидаемого в Соединенные Штаты. В преддверии заседания стран группы 20, вокруг которого тоже очень много интересных моментов, о которых мы сейчас подробнее также проанализируем. Как вы думаете, здесь какая роль обсуждалась в частности нашего визита на Генассамблею и возможных двусторонних встреч и возможного развития событий вокруг вот этих двух значимых событий, которые нас ожидают уже буквально через несколько дней в середине сентября? Ну, здесь очень много было вопросов, где-то, скажем, где-то, наверное, критики в адрес Украины, что наступление не так идет. И вот Путин заявлял, что она провалилась. И Блинкин, собственно, опять же на этой встрече заявил, что контрнаступление они видят, на их глазах происходит, оно достаточно успешное. И все последующие заявления, встречи, я думаю, что будут идти в таком ключе, потому что сейчас Украина демонстрирует, что достаточно успешно продвигается на фронтах. И на Генеральной Ассамблее ООН, я знаю, что там будет в том числе государство Центрально-Азиатский, так называемый 5 плюс 1 собирает Байден, и вероятнее всего состоятся встречи и Зеленского с этими руководителями Центрально-Азиатских государств. Очевидно, что в рамках ООН тоже будет продемонстрирована воля западных стран, ведущих стран мира, что они будут поддерживать Украину. Все эти разговоры о том, чтобы пойти на переговоры, судя по всему, они сейчас в ближайшее время сойдут на нет. Тем более, что Путин сам демонстрирует нежелание идти не как его либо компромиссы. Вот, собственно, даже сама зерновая сделка, которая, очевидно, он должен был на нее пойти. Я думаю, что Запад в итоге, если сделает необходимые действия, о которых многократно говорю, зерновая сделка восстановится. И вот все эти вопросы, я думаю, будут обсуждаться на Генеральной Ассамблее ООН, в том числе будет попытка убедить, безуспешная, между прочим, попытка убедить вассала Путина, государств Центрально-Азиатских республик, чтобы они как бы стояли в стороне и не помогали Путину. То есть там будут, конечно, и дипломатические успехи, и будут, конечно же, на мой взгляд, бесполезные переговоры, которые просто пройдут как переговоры, но результатов никаких не будет. МИД Российской Федерации заявила, что Россия и Турция достигли принципиальной договоренности о поставках 1 миллиона тонн зерна. В ближайшее время начнется проработка технических деталей. Это происходит все после визита 4-го числа президента Турции Раджепа Таипа Эрдогана в Сочи. И что, как вы думаете, действительно произошло между Путином и Эрдоганом, там, учитывая недовольные лица Эрдогана в том числе, некоторые наблюдатели говорят, что Эрдоган продвигает все-таки российские нарративы и возможности ослабления санкций. Другие же, напротив, говорят, что недоволен Эрдоган был этой встречей и не будет он никакие путинские интересы продвигать дальше. Какую игру ведет турецкий лидер и чем это чревато для Российской Федерации? Я, как бывший член правительства, хочу раскрыть, каким образом такого рода встречи происходят. Обычно заранее представители правительства, разные ведомства, в частности, ответственные за тот или иной торговый оборот, соответствующие соглашения, они заранее прорабатывают на двусторонней основе. И поэтому, когда говорится, что Эрдоган приехал, был недовольный или там демонстрировал недовольство, это, я думаю, заблуждение, потому что и Запад, и Эрдоган заранее знали итоги этой встречи. Заранее, я хочу повторить. Более того, что, вы же понимаете, Блинкин приехал в Украину, он приехал уже с готовым пакетом, опять же, все эти процессы вырабатываются заранее. Для того, чтобы этот дипломатический вояж произошел именно в таком контексте, Блинкин должен был заранее знать, какую позицию займет Путин в Сочи на встрече с президентом Турции Эрдоганом. Поэтому, я думаю, здесь никого не должно быть заблуждений. И Эрдоган четко знал, что ожидает. И все эти, скажем, соглашения, которые связаны с поставкой миллиона тонн зерна, это небольшой объем, на самом деле. Практика по прошлому году экспортировала 60 миллионов тонн зерна. Если в денежном выражении посчитать, это порядка не более 250 миллионов долларов. А торговый оборот Турции за прошлый год составил 62 миллиарда. И стороны объявили, что они намереваются организовать торговый оборот на уровне 100 миллиардов долларов. Поэтому эти миллионы тонн, это просто называется, просто такая дипломатическая закуска на миллион тонн и не более чего-либо. Другой вопрос, что видно, что Эрдоган балансирует сейчас между Западом и, собственно, Путиным. Почему? Потому что, действительно, торговля растет. За прошлый год она выросла более чем на 80%. Больше ни с одной стороны такого торгового оборота, такого роста у Турции нет. Это, конечно же, позволяет Турции извлекать определенную прибыль. И поэтому, чтобы этот торговый объем рос, фактически у Турции сейчас с Украины незначительный объем продаж и торговый оборот относительно России вообще невозможно сравнивать. Поэтому очевидно, что он курсирует в сторону Путина. И все эти заявления Эрдогана, что Украина должна смягчить позицию, скажем, по свифту для Россельхозбанка, Ну и, в частности, были Путинам предложены неприемлемые условия, когда предлагалось известный продуктопровод от Тольятти до Одессы, чтобы аммиачный продуктопровод был запущен. Ну это вообще неприемлемо, потому что, ну извините, Россия воюет с Украиной, чтобы позволять со своей территории России извлекать прибыль. Это, в принципе, неприемлемо. Конечно же, Украина заняла в этом смысле четкую позицию. Ну а Эрдоган пока такую позицию занимает, до тех пор, пока, скажем, его союзники, партнеры по НАТО не заняли достаточно жесткую, я бы так сказал, позицию. А жесткую позицию, я думаю, что все идет к тому, что все-таки Запад займет. Это вопрос транзита грузов через пролив Босфор и Гарданеллы. Вот, я думаю, что все это в комплексе скоро проявится. Сейчас я вижу массу различных экспертов, военных и невоенных. Они все обсуждают тему, что для того, чтобы, скажем, Путин был другой, необходимо, чтобы Черное море было закрыто для всех, в том числе и для Путина, для российского экспорта. Я думаю, что пока Эрдоган сопротивляется, ну это вопрос какого-то времени, когда будут найдены убедительные аргументы, чтобы он согласился на такого рода действия. А какие это убедительные аргументы могут быть для Эрдогана и кто должен их представить ему? Эрдоган, по сути дела, представляет интересы не только Турции, за его спиной стоит Запад, объем торговли только с европейскими странами, Европейским Союзом свыше 50% от торгового оборота. Эрдоган, Турция точнее, член НАТО и зависимость от западной экономики многократно выше, чем зависимость от экономики России. Поэтому, скажем, я убежден аргументов у Запада, что называется, выше крыши, чтобы Эрдоган занял более четкую позицию. Другой вопрос, что пока мы видим, что некая угроза со стороны Путина эскалировать ситуацию еще больше, по сути дела, приводит к тому, что Запад занимает более осторожную позицию. Ну, собственно, вы сами же знаете, что со стороны ООН было предложено, и ООН, понятно, был уполномочен, генеральный сектор ООН, чтобы открыть, скажем, возможность свифта для Россельхозбанка. Соответствующие заверения были, что никто не препятствует экспорту российской сельхозпродукции. Это все говорит о том, что Запад еще не занял жесткую позицию. Как только он займет Запад жесткую позицию, Эрдоган тоже поменяется. Пока эти все расклады в таком виде, в котором они есть, какие сценарии для нас? Вы видите, Мухтар, потому что мы понимаем, что и страны ЕС могут продолжить все-таки блокировку экспорта украинского зерна. Президент Украины Владимир Зеленский, конечно, призывает их этого не делать, но конкуренция и выборы свое могут сыграть. Какие для нас сейчас возможны варианты развития событий, и что нам надо сделать для того, чтобы экспорт украинского зерна возобновился и не принес при этом еще дополнительные затраты с нашей стороны? Я публично уже сделал предложение, и такого рода действия мы в свое время реализовывали в Казахстане, способствовали экспорту зерна товаропроизводителей. Мне кажется, надо сначала первое для Украины осознать, что более, скажем, нужно Черноморский коридор, так называемый, нужен Путину, а не Украине. Я уже свои расчеты приводил, где-то 20% российского экспорта нефти проходит по Черноморскому коридору, минимум. Там же идут металлы, уголь и все прочее, сельхозпродукция, Краснодарский край как раз на берегу Черного моря и так далее, Ставропольский край. Так вот, зависимость от транспортного коридора Черного моря у России многократно выше, чем у Украины. У Украины есть возможность транспортировать зерно и через Дунайский коридор, и сухопутный путем и так далее. Если будут перекрыты каналы поставок через Черное море только нефти, угля и различных руд и металлов, российская экономика понесет прямые убытки, не считая косвенных, минимум 50 миллиардов долларов. Я знаю, что сейчас идут дискуссии, где-то обиды и трения между Украиной и Европой. Ряд стран, пять стран, Польша, Болгария, Бенгрия, Румыния, то есть приграничные государства, они настаивают, чтобы после 15 сентября не была возможность импорта украинского зерна на территорию Европы. Но считается, что украинское зерно дешевле и она как бы дестабилизирует рынок внутри Европы. На самом деле, первое, Украине нужно понять, что Черное море, что называется, надо закрыть так, чтобы Россия понесла гигантские убытки, минимум 50 миллиардов долларов. Второе, я предлагаю следующую схему, она абсолютно отработанная была, и нужно, чтобы Еврокомиссия взялась за реализацию этого проекта совместно с правительством Украины. Это делается очень просто. Где-то порядка 50 миллионов тонн различных зерновых Украина предполагает вывести за пределы Украины на экспорт. И я считаю, что Еврокомиссии нужно привлечь около 5-10 зерновых компаний, мировых трейдеров. И эта сумма сделки порядка всего лишь около 10 миллиардов долларов. Эти зерновые компании могут приобретать зерно по биржевым ценам минус дисконт-транспортные, на транспортные, страховые и другие расходы. И тогда просто на границе эти 5-10 зерновых компаний могут оптом скупать все зерновые, которые производятся на территории Украины. Достаточно Еврокомиссии просто обеспечить гарантии некой, эти крупные зерновые компании, трейлеры так называемые. И они получат кредитные линии на уровне 5 миллионов миллиардов долларов. Это на самом деле небольшие деньги в масштабах вот этих 5-10 компаний. Идет массовая скупка зерно, и зерновые вообще уходят на мировые рынки. Эти трейдеры размещают, если в этом есть необходимость, эти зерновые на территории Европы, в элеваторах и так далее. И берут на себя обязательство не продавать внутри Европы, чтобы не дестабилизировать рынок зерна внутри Европы. Это очень простая схема, многократно опробированная. Я работал министром, в том числе продовольственной контрактной корпорации, так называемая, находилась в моем подчинении. Мы такие интервенции делали. Понимаете, это очень просто. Просто проблема в том, что в странах свободной рыночной экономики они не используют такого рода инструменты. Вот такой инструмент, он сразу мгновенно срабатывает. Буквально в течение нескольких месяцев все вопросы можно снять. Я видел заявление со стороны Украины, что обращение к этим пяти странам, были разговоры о том, что, заявление точнее, что если что будут судиться в арбитражных судах. Я считаю, что в этом нет, не то что необходимость, это просто неправильно. Потому что европейские страны всемирно помогают Украине. И в вопросах беженцев, и финансирование военных расходов и так далее. И такого рода разногласия на самом деле дают козыри Путину. Это надо избегать. Это ни в коем случае не надо делать. Механизмы очень простые. Если украинское правительство, допустим, в полной мере не понимает, как это сделать, я готов выступить консультантом. Это очень просто сделается. Спасибо, Мухтар. Идем дальше. Мы уже говорили о том, что обсудим перспективы заседания группы Большой Двадцатки. Пройдет это уже 9-10 сентября в Дели. И Блумберг сегодня сразу с несколькими публикациями вышла обо всем по порядку. Одна из свежих, в которой речь идет о том, что Африканский Союз войдет в группу Большой Двадцатки в качестве постоянного члена. По аналогии с Европейским Союзом сообщает об этом Блумберг со ссылкой на источники. По их словам, лидеры группы Двадцати объявят об этом во время саммита, который пройдет в Дели. И подчеркивается, что именно премьер-министр Индии Нарендра Моди и организатор нынешнего саммита, напомню, сделал включение Африканского Союза в Двадцатку своей приоритетной задачей. Все это, напомню, происходит на фоне того, что Россия сейчас пытается активно продвигать свои интересы на африканском континенте. И больше разжигать конфликты, военный переворот и ненависть к Западу, конечно, составляя еще и конкуренцию Китаю, который тоже заинтересован в этом регионе. О чем нам сигнализирует вот такое возможное развитие событий и расширение группы Двадцати до Африканского Союза? Вы знаете, на самом деле, конечно, много всякого в мире происходит. Я вижу, как многие люди, блогеры это обсуждают. Но мне кажется, для Украины важно обсуждать принципиальные вещи. Принципиальные вещи — это оружие. И это помощь только со стороны европейских стран. Никакие африканские страны ничем вам не смогут помочь. Ни продовольствием, ни деньгами. Ничем, абсолютно. А провокации, которые там Россия делает, пытается делать, тоже они на вас никак не повлияют. Это, что называется, где-то ветер в пустыне. И просто они отнимают время, отвлекают, что вот где-то что-то там 20 стран собирается, приглашает кого-то. Это абсолютно никакого отношения не поможет вам, ни в чем. Вот, это первое. То есть, в Украине все понятно. Идет война, нужно убеждать западных партнеров усилить поставки оружия, первое. Второе. Нужно обваливать российскую экономику. И опять же, здесь нужно договариваться с Западом и в первую очередь самим. Я считаю, что у Украины сейчас есть возможность. И мы же видим, как украинские дроны долетают до Москвы. Но, скажем, определенный психологический эффект, конечно, это и есть, что война пришла к вам, в Москву, россияне, дорогие. Вы думали, что только в Украине. Но мне кажется, что это такого рода действие менее эффективно, если наносить конкретно удары, например, на Черном море и фактически лишить возможности транспортировки нефти и других товаров. Бить по нефтеперерабатывающим заводам, а не по каким-то офисам зданий, выбивать там им окна. Я думаю, что именно это для Украины сейчас приоритет и важно. И важно заблокировать те страны, это центрально-азиатские государства, представители, которые руководители будут где-то 19-20 сентября в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН. Я думаю, что это более важно, чем, скажем, какие-то непринципиальные новости, считать, что это каким-то образом повлияет или на Россию, или на Украину. Это никаким образом повлияет. Но ведь говорят о том, что если забирать у России возможных потенциальных союзников или ее вассалов, или политическое влияние, это может подбить также ее РНМ. Вот уже также обсуждаются новости о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что зря мы сотрудничали с ОДКБ. Это была вообще ошибка, что Россия была стратегическим партнером. Или вот такие моменты никак не влияют и не ослабляют Российскую Федерацию? Давайте посмотрим, что такое Армения. Армения чуть больше трех мое население, маленькая экономика. Они сейчас заняты, по сути дела, потенциальной угрозой войны, новой войны эскалации с Азербайджаном. Если говорить о членстве ОДКБ, в армии фактически там в лучшем случае роту 100 человек дают для присутствия военных формирований в ОДКБ. Поэтому это никак не повлияет на Украину. На самом деле более важно другое. Кто финансирует, каким образом финансируется российская экономика, которая позволяет поддерживать военные действия против Украины. Есть крупный донор, хотя я вижу разные публикации, что, что называется, Китай не поймали за руку и так далее. Она не поставляет, не помогает. Это ерунда полная. Она открыто помогает России, покупает нефть, разные товары, поставляет их. Таким образом, в руки Путина попадает валюта. За эту валюту он покупает комплектующие, финансирует свою экономику, платит военнослужащим заработную плату. Вот куда нужно смотреть. Китай – крупный донор российской экономики, ее военных нужд. Следующий донор, который помогает, предоставляет свою территорию, оказывает финансовую помощь, идет параллельный импорт. Это Казахстан, потому что географически еще примыкает к Китаю. Вот, мне кажется, реальные угрозы. Они подтверждаются цифрами, поставками. Масса всяких публикаций о том, как Китай поставляет России, дроны, различные комплектующие для вертолетов, для самолетов и так далее. Понимаете, вот то, что УДКБ, из УДКБ выйдет Армения, вообще никто не заметит. Это на вас никак не повлияет. Что касается репутации, репутация, если это приведет к прямому экономическому ущербу, который, в результате которого Россия не сможет финансировать свои военные цели, да, это можно обсуждать. Но, посмотрите, союзники, как Иран, поставляют шахеды, и они насыпятся вам на голову. Китай продолжает покупать в самых больших объемах нефть, и торговый оборот уже превысил 200 миллиардов долларов, стремительно растет. Вот это все, действительно, это факт. Аренаме, там какие-то небольшие страны выйдут откуда-то и так далее. Это никак не повлияет на возможность России воевать против Украины, абсолютно. Обмен военной поддержкой между Северной Кореей и Россией для использования в войне против Украины был бы огромной ошибкой и приведет к дальнейшей изоляции обеих стран. Говорит об этом вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис. А вот здесь, насколько опасно и на фоне возможной потенциальной встречи между Путиным и Ким Чен Ином, это сотрудничество действительно несет нам большую угрозу. Потому что думаю, что к изоляции вряд ли-то оно приведет, а вот к тому, что на нас посыпятся еще какие-то, точнее, севернокорейские артиллерийские снаряды и ракеты, то вполне возможно. Ну, смотрите, сейчас, наверное, ваши украинские военнослужащие не могут сказать, что в России дефицит снарядов или любого другого вооружения. Ее избытки относительно Украины многократные преимущества. Это, ну, сами военные вам подтверждят. Если говорить о Северной Корее, то да, очевидно, что там тоже в России купят снаряды, что она делает в том числе и покупает и у Ирана, 155-й, по-моему, калибр. Но мы должны все прекрасно понимать, что Северная Корея дохлая экономика, и она подпитывается на самом деле Китаем. Китай сейчас прячется или транзитом гоняет через подставные компании, через Казахстан, что-либо. Так же делает через Северную Корею. И надо понимать, что если Северная Корея что-то делает, то это, по сути, политика Китая. Вот, и да, сейчас, там, вице-премьер Мантуров России говорит, что они за месяц производят снарядов сейчас больше, чем ранее за год. Ну, и, как видно, что и это они считают недостаточным. И, конечно же, они покупают снаряды и другое военное снаряжение и у Ирана, и у Китая, и у Северной Кореи. И это будет безусловно. То есть, этой помощи со стороны Северной Кореи никак не избежать, и никто не может надавить, и Китай просто тоже промолчит и даст свое, ну, как бы не согласие, вот этот вот нейтралитет, который мы как будто бы публично видим, но которого на самом деле нет. Китай даже может осудить Ким Чен Ина, сказать, что неправильно, мы за мир и так далее. Но мы должны судить по действиям. Китай сейчас прямо является крупнейшим донором российской экономики, который позволяет финансировать военную машину России. Это уже факт. И для меня, честно говоря, очень непонятно, когда есть какие-то надежды, что Китай, скажем, смягчил позицию, или занимает нейтралитет, или Китай этого не будет делать. Вот. Очевидно, вот я вижу правильные ваши военные эксперты, что четко говорят, Китай союзник России. Здесь никаких иллюзий не должно быть. А вот Блумберг с иллюзионистской статьей тоже вышли, говорит, что в преддверии группы 20, куда даже Си Цзиньпинь, по всей видимости, не поедет. Но как раз, вот о чем вы говорите, как будто бы смягчилась позиция Китая касательно украинской формулы мира, но в то же время относительно России она не поменялась. Так, а в чем она тогда могла смягчиться? В чем это должно проявиться? Или все-таки действительно ни в чем? Она может только смягчиться с тем, что он это произнесет с большей улыбкой. И все. Больше ничего не изменится. Понятно. Большую улыбку это и у меня вызывает Мухтар. В Алматы, в торговом центре, Гранд Парк продают глобусы. Они безинтересны. У вас я это в Телеграме увидела. Сейчас мы нашим зрителям и покажем. И там оккупированные украинские территории, временные незаконные России агрессором, они включены в состав России. И вот, по сути, демонстрирует Казахстан, что он же признает новые территориальные реалии, как это называют в Российской Федерации. Или что это за глобусы такие непонятные какие-то? Вот то, что сейчас вы показываете, глобусы – это отражение реальности. Реальности следующие. Еще в марте этого года в Казахстан Сенат ратифицировал соглашение с Россией, некий протокол, в котором признавали шесть свободных экономических зон, ну, там, Магадан и все прочее, и в числе этих шести свободных экономических зон был Крым. То есть Казахстан на законодательном уровне признал, что Крым является территорией России. Ну, мы же знаем, что Казахстан – это такой же вассал, как и Беларусь. Вот, собственно, когда вы видите вот такого рода знаки, это следствие реальной политической линии, которую занимает Казахстан. Крым Казахстаном признан российским. На карте вы видите вот нынешние оккупированные территории, они выглядят как российские. И это продается в Казахстане, попадает в школы, в различные административные учреждения, в которых четко отражаются позиции Казахстана. Казахстан признает все, что делает Россия. И воюет в Украине, захватывает территории. Все это уже признано, а Крым на законодательном уровне признан. А мы не видим никаких изменений в тех очередях из фур, которые мы с вами регулярно обсуждаем, которые едут через территорию Казахстана, из Китая, из самого Казахстана. Ничего здесь не улучшилось? Возможно, прекращаются вот эти поставки санкционных товаров в Российскую Федерацию? Или все по-прежнему километровые очереди? Сейчас, помимо того, что гигантские километровые очереди, по 10-15 километров, и объем только нарастает, мы получаем тревожные виды, уже открыто показывающие передвижение военной техники. При этом, казалось бы, до этого, ранее, еще в июле, казахское министерство обороны делало какие-то заявления, говорили о неких учениях, или говорили, что это грузы третьих стран, которые едут на ремонт через территорию Казахстана в Россию. Мы слышали эти заявления буквально месяц-полтора назад. Сейчас это прекратилось. Вот в сентябре было подразделение ОДКБ, на учение приехала Беларусь. Ну и теперь мы, вот сегодня, опять же, я получил уже видео, когда перемещаются танки, различная другая военная техника, железнодорожным составом открыто. И, судя по всему, это мы скоро станем свидетелями, когда Казахстан уже, что называется, будет открыто все это делать. Потому что безнаказанные действия, потому что нет персональных санкций пока. Есть попытка уговорить. Вот 19-20 числа Байден будет опять-таки дипломатические реверансы делать с центрально-азиатскими государствами. Прекрасно, зная, что это не помогает. Это формирует у руководителей, или первого руководителя Казахстана, ощущение безнаказанности, что никаких санкций не будет, Путин его поддерживает. И вот, собственно, поэтому идут открытые поставки не только параллельно импорта, но и военного снаряжения. И, по всей видимости, поставки людей, но только в другой конфигурации. Еще одно видео обсудим. Видео это из Воронежской области. Оно иллюстрирует то, о чем мы говорили с вами в нескольких наших предыдущих программах. Как нет никаких проблем для Путина, особых не возникает. Мобилизовывать трудовых мигрантов из центральной Азии. И эта тенденция только увеличивается. Так, помимо этого, еще и наши расследователи демонстрируют, что из Кубы вербует Путин. Ну, со всех сторон и света собирает, просто такие, чтобы, по всей видимости, пока, особенно на фоне выборов, не трогать этнических россиян. Что вот здесь происходит и почему никто никак не может остановить эту тенденцию? Ну, посмотрите, есть официальные данные, что в России проживает различных мигрантов, не менее 8 миллионов человек. Ну, западное агентство оценивает 6 миллионов, ну, пусть 6 или 8, это не принципиально, это огромная цифра. Это те люди, которые работают на территории России, в основном это мужское население. И, конечно же, когда сейчас частично происходит потеря военнослужащих в результате войны в Украине, в мягком режиме Путин замещает их людьми из центральных азиатских государств, которым можно и запугивать, вот как сейчас вы видите, они с протянутой рукой идут, и под прицелами, под дубинками, скажем, выполняет команды правоохранительных органов России. Вот из числа вот такого рода людей, фактически Россия добавляет, мобилизует людей, и, как известно, в центральных азиатских государствах живет 80 миллионов населения, и мобилизовать полмиллиона в течение короткого срока для Путина вообще не проблема. Я вижу массу публикаций, где говорится о том, что Путину сложно будет провести мобилизацию, и абсолютно это не так, и внутри страны хватает мяса, и в центральных азиатских государствах мигранты живут около 8 миллионов, среди них можно без проблем найти, заплатив те самые контрактные деньги. Я еще раз хочу сказать, что уже ось зла сформировалась. Это Россия, Китай, Иран и их вассалы, государство центрально-азиатский плюс Беларусь. Вот, собственно, у него с точки зрения, скажем, набора вот тех самых военнослужащих, вот такими методами безграничные возможности у Путина. Понимаете, тут нужно понимать, осознавать и предпринимать какие-то действия. Действия, понятно, о которых я говорил, но, к сожалению, пока еще, скажем, и ваше правительство, и Запад не готов на такие решительные действия, но все равно придется это сделать. Мухтар, спасибо вам огромное за этот разговор. Немало нас ожидает в ближайшие дни и событий международного формата. Пусть, возможно, они будут формальны для нас в глобальном их повестке дня, но то, что там будут какие-то двусторонние встречи, договоренности и сигналы, будем обсуждать с вами в следующих программах, надеюсь. Благодарю вас. Извините, я еще одну минутку вас... Да, пожалуйста. Я просто хотел бы озвучить ту позицию, которую я вижу, многие эксперты ошибочно озвучивают. Все время идет речь о неких деньгах России, которые застряли в Индии на 39 миллиардов. Я хотел бы здесь пояснить зрителям, кто финансирует войну армии России в Украине. Российский бюджет, то есть Министерство финансов, она собирает налоги со стороны компаний, налогоплательщиков, и затем формируются денежные ресурсы, в результате которых часть из них уходит на военные действия. Сейчас на военные действия в Украине сформирован бюджет в размере 110 миллиардов долларов. Это только то, что мы видим официально. Так вот, многие эксперты радостно заявляют, что Россия несет какие-то потери, компании нефтяные в Индии, скажем, не то чтобы потеряли, а получили в обмен на 39 миллиардов долларов якобы некие фантики в виде индийских рупий. Так вот, если мы понимаем, что финансирование войны производится российским бюджетом, его оператором, Министерством финансов, я хочу сказать следующее. У правительства России достаточно ресурсов, и эти компании, нефтяные и любые другие, они исполняют в полной мере свои налоговые обязательства, платят налог на прибыль, платят на налоги, связанные с эксплуатацией недр НДПИ, так называемые, платят заработную плату сотрудникам, и нет ни одной жалобы, во всяком случае, в публичной сфере, чтобы эти нефтяные компании не выполнили свои обязательства перед российским бюджетом. Соответственно, все эти разговоры, что где-то в Индии что-то где-то как-то застряло, это можно воспринимать только то, что если и там деньги есть, то это прибыль, спрятанная российскими компаниями, это никоим образом не влияет на возможность финансирования войны российским бюджетом. Вот это надо понять. Второе, нужно понять, что Индия пятая экономика в мире впереди Великобритании. И когда идут разговоры, что их валюты якобы неконвертируемы, это заблуждение. Пятая экономика мира, торговый, внешний торговый оборот 1,7 триллиона долларов, из которых экспорт свыше 700 миллиардов долларов. Эти 39 миллиардов долларов на уровне 700 миллиардов долларов экспорт, это вообще ничто. Это спрятанные российские активы, российские компании, которые они держат в рупиях и держат их вот таким образом, что за одну секунду эти рупии превращаются или в доллары, или в евро. Это вообще очень легко делается. Заранее эти компании просто оформляют договорами, таким образом, что если им нужно, они сразу перекомментируют или в юань китайский, или в доллары, или в евро. Я в этом смысле хотел предостеречь, ну скажем, многих экспертов. Они таким образом попадают под пропаганду российской машины. Лавров, министр иностранных дел, бывший министр финансов Задорнов начинает рассказывать о том, что им плохо, что якобы какие-то 39 миллиардов застряли в Индии. Я в этой связи хотел сказать, нельзя им верить. Многие, к сожалению, интернет-ресурсы распространяют эту ложь и пропаганду. Никогда россияне, высший ее командный состав или ее представители власти не будут говорить, что им плохо. Более того, они говорят, что мы весь мир, что называется, поставим на колени. А если они говорят, что у них какие-то деньги застряли, не верьте, не распространяйте эту пропаганду, потому что Индия пятая экономика мира. Рупии, ее колебания в год составляют не более 5%. Это устойчивая валюта, такая же валюта, как юань. И это не фантики. Вот я хотел бы вот это сказать и сказать, что нужно смотреть, кто финансирует военные нужды России. Правительство, Министерство финансов. А не компания, где-то, которые спрятали прибыль и держат ее в несанкционной, скажем, валюте, которая не попадет под санкции американцев или Европы. Это очень важный момент. Я вижу, просто заполонили информационное пространство. Вот этой пропаганды, это ложь. Спасибо большое за разъяснение, Мухтар. Потому что если мы предупреждены и понимаем, что происходит, то можем нарабатывать механизмы, как этому противодействовать. Пусть не завтра, но в перспективе. Благодарю вас большое за сегодняшний разговор. До новых встреч. Спасибо. До свидания. Мухтар Аблязов, казахстанский политик и предприниматель. Был со мной, с ним была я, Ирина Узлова. Спасибо большое, что вы были вместе с нами. Поставьте, пожалуйста, лайк, если вам понравилось. Пишите свои комментарии. Приходите к нам еще. Берегите себя. Верьте вооруженные силы Украины. Победим. Продолжение следует.